Вы сами видите, что дырочки сделали, сейчас водичкой пролили, перегночек положили. Вот это вот редис с белым кончиком, он так и называется, длинный, видите, он пошел в стрелку. Вот это самая лучшая капуста из всех, что зашла в этом году. Просто у нас в этом году экстремальная весна. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Весна у нас в этом году, конечно, очень экстремальная, но надо работать, надо двигаться. Начинаем сегодня посадку тыкв. Там есть у меня раньше предыдущие ролики, вот смотрите, вот на этом месте будут расти тыквы. Мы ничего не сжигаем, мы все сюда, всю ботву, картофельную, все, что есть, лишнее помидорную, все сюда с осени закладываем. И еще постоянно чистим у птицы, там даже картон старый есть, сейчас все разложим. Прольем, положим черный материал сверху, чтобы не полоть и не заморачиваться. Он уже прорезан. И посадим тыкву сегодня без всяких заморочек. На следующей неделе обещают грозы дожди, как раз все это прольется. Семена как раз набухнут сами по себе. Семена не замачиваю, не проращиваю. Тыква своя, поэтому сажаю в каждую лунку по 3-4 семечки, потом просто лишние я убираю. Кто скажет, что вот эта солома, мы сейчас все это разровняем и перегноя чистенького, уже перепревшего, я положу прямо горсточку в каждую лунку, чтобы семенам только дать зацепиться корнями. Остальное у них тут еды хватает. Ну вот смотрите, мы раскидали, мы на этом месте тыквы уже выращиваем на 6-й год, мы ничего не убираем, мы только добавляем. И вот это вот, увидите осенью, тыквы все сожрут за лето сами. Поэтому я их только поливаю раза два за сезон и все. Вот смотрите, мы застелили черным материалом, видите, у нас здесь уже прорезанное отверстие, мы перегноя туда внесли, пролили, сейчас будем ложить. Нам присылали с интернет-магазина «Ваше хозяйство», вот там несколько было у нас ассортимента, вот сейчас будем сажать вот эту японскую принцессу, а потом все покажем, расскажу о всхожести, расскажу о действительно какой результат, какие плоды. Тыква сама по себе очень неприхотлива, я, как говорится, не заморачиваюсь, вы сами видите, что дырочки сделали, сейчас водичкой пролили, перегночек положили, зернышки разложили. Я в каждую ячейку ложу 3-4, потому что у меня свои семена, у меня их достаточно, потом просто лишние я выбираю, выкидываю, они мне совершенно не надо. У кого нет, конечно, таких площадей, можно просто делать маленькие, вот как мы там дальше сажаем, потом я покажу, кабачки, маленькие холмики насыпаем, перегноем, тоже черный материал застилаем. Трава, чем хорошо? Трава в любом случае не пробьется, потому что через такой слой соломы перегной, трава не поемлаевана, просто у нее сил не хватит вылезти. Вот, можно маленькие участки застелить черным материалом, сделать просто отверстие, заложить перегнойчика и все. Когда листва сомкнется, что у кабачков, что у тык, как говорится, уже проблем, как говорится, не будет. С на ними можно вообще уже их не контролировать. Ну вот, смотрите, видите, просто разложила, просто присыпала земелькой, и сейчас потом еще перегнойчиком присыпем, видите, здесь у меня вырезано, и все. Сейчас потом перегной положим и сверху водой прольем, чтобы как получилась влажная подушка, и будем ждать дождя. Ну вот, смотрите, затратили мы где-то минут 40, не спеша, видите, дырочки мы свои засыпали, все просто сухое сейчас сверху прольем, прямо из лейки с душиком, чтобы, как говорится, площадь побольше смочить, и все. Как только взойдут они, если солнцепек, я обычно траву скашиваю и устилаю тогда травой прямо по ним, чтобы, как говорится, затенить их, потому что если солнце будет такое яркое, как сейчас, сумасшедшее, то, конечно, они погорят. Вот, потом все закладывается травой или просто соломой, вот, от птицы, от своей. Хорошо, что вот это, конечно, все есть. У кого, конечно, нет, ну, тут солому, как говорится, можно даже покупать, ее просто, чтобы она перегуляла и зимой, и к весне у вас будет готовая уже солома. Так что им тут есть, что есть, только вот поливать, как только они вот, им только вот такого помочь, и все остальное, они уже пойдут сами. Ну вот, тыкву мы посадили, сейчас опять, и мы вернемся к редису, как я уже говорила. Я сажала редис, фотон, у меня ролик, и вот в чем прелесть этого редиса. Написано, действительно, не стрелкуется, не растрескивается, стабильный урожай. Я первый год тестирую эти семена. И вот, смотрите, давайте я положу упаковку. Вот этот вот редис с белым кончиком, он так и называется, длинный, видите, он пошел в стрелку. Этот, смотрите, нет, просто у нас в этом году экстремальная весна, я думаю, во всех регионах. Но этот вот, посмотрите, какой, по вкусу он сладкий, и он не стрелкуется. Вот тут у меня две борозды, а этот, видите, сажался в одно и то же время, вот видите, пошел в стрелку. О, видите, а вот этот именно сорт, я в следующем году буду его сажать. Он действительно, видите, цвет такой шикарный, как будто репка. И листва, и в одних и тех же условиях он не идет в стрелку, потому что многие знакомые, у нас проблема, редис идет в стрелку. И вот теперь ищем, теперь вот тестируем семена, подбираем. Я говорю, погода была экстремальная, мороз был до минус 7. И все равно он выдержал этот сорт, не пошел в стрелку, дал корнеплод, потому что, как говорится, мы же сажаем, чтобы получить раннюю зелень. А тут, видите, ну тут птички, конечно, скажут мои спасибо. Еще вот тестируем эту же, из этого интернет-магазина, вот капуста краснокочанная Матильда, тоже взошла хорошо, она вот там сейчас потом покажем. И вот капуста, у меня идет цыганочка листовая, вот это самая лучшая капуста из всех, что зашла в этом году. У меня всход капусты в этом году средний такой, даже 55%. Ну вот эти вот терпимо взошли, ну самая лучшая вот цыганочка, посмотрим, посадила ее тоже, где на борщ, где на щи, где можно салат добавить, посмотрим. Ни разу я не сажала вообще вот такую капусту. Это первый раз мы выбрали, чтобы протестировать, посмотреть вкусовые качества и на развитие самой капусты, и как она вот в экстремальной нашей средней полосе будет себя чувствовать. Краснокочанную капусту мы сажали в том году, но сажали круглую, а не вот такую конусом. Посмотрим, что получится. Не обращайте внимания на весь этот маленький кавардак, это все уйдет. Вот видите, даже вымерз, он уже начал выпускать листья и вымерз в парнике. Напишите, какие сорта вы сажаете капусты, какой у вас регион, что у вас. У нас в этом году очень много все померзло. Даже вот я говорю, в стеклянном парнике побила весь виноград. Не знаю, надо обрезать, смотреть. Поделитесь опытом, как вы сажаете рассаду, покупаете рассаду. Я сажаю ячейки капустные, очень удобно. Тык-тык-тык-тык и все, как на рынке, вернее, продают. Я у них подсмотрела. По семечку по одному. И все прекрасно. Так что будут вопросы, задавайте, с удовольствием вам ответим.